Защитников Отечества ждут дома. Китель мужа на женских плечах как символ невидимых объятий и единения с тем, кто сейчас на передовой. Патриотический фотопроект «Жены героев» появился в Самаре год назад. Его подхватили женщины в сотнях российских городов. Люберцы не стали исключением. Внимание, улыбочку, плечико на меня. Супруги военнослужащих фотографируются в кителях своих мужей, чтобы показать, что их ждут дома. Мужа Елены призвали 4 октября. После прохождения боевого слаживания направили в зону СВО. Мы с супругом иногда общаемся по телефону. Редко, правда, но общение есть. И в поддержку супруга хотелось бы вот эта фотосессия, это китель его, частичка его тепла. Она нас согревает, меня, детей. По словам жен военнослужащих, мундир – это ответственность, которая ложится и на женские плечи. И в то же время китель, большой и тяжелый, согревает и защищает. Пока мужья отстаивают честь Родины, ее историю, их жены хранят семейный очаг. Сказал мне и моему сыночку, что он должен выполнить свой долг. Поэтому пришла повестка, и он пошел служить. Он пришел в этом кителе с армии, и никогда его не одевал. А я решила в поддержку для него одеть этот китель. Он греет душу, нашу семью. Это наша честь, гордость. Мы его очень сильно любим и ждем. Они собирают гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, вяжут теплые вещи, сами отправляются с гуманитарными миссиями в освобожденные территории. Сын Марины сейчас тоже на защите рубежей Отечества. Как и жены, матери молятся за своих бойцов, за победу и мир. В этом парадном кителе он вернулся из армии 9 лет назад. Мы его очень ждали, переживали. Но сейчас мы еще больше переживаем, потому что... Все-таки это страшное дело. Я его жду очень сильно. Главное, чтобы он вернулся здоровым и живым. Конечно, у него растет дочка. Фотопроект «Жены героев» – это способ объединить женщин, придать им сил и напомнить бойцам, что их любят и ждут дома. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.